Итак, мы успешно пересекли границу и впереди у нас Будапешт. До него 300 километров и там, как вы помните, мы собираемся съесть мой любимый полметровый бутерброд в Subway. И теперь в этот момент тем, кто пересекает границу, я очень советую брать себя в руки, перестраиваться и следить за ограничениями скорости, потому что здесь они более жесткие, чем у нас. То есть, превышать на 20 километров в час вам никто не разрешит. К тому же именно в приграничной зоне, особенно в вечернее время, венгры очень любят постоять с радаром. Страфы, как понимаете, не маленькие. И еще один момент, который мы забыли упомянуть на границе, это то, что если у вас в паспорте стоит шенгенская виза, выданная Польшей или Словакией, то мы не советуем пересекать границу с Венгрией. Потому что, во-первых, венгры вредны по своей натуре, да простит меня потомственный венгр, слава матишь. К тому же, они выдвигают, в принципе, вполне аргументированное требование. А почему, если у вас польская виза и польская граница здесь совсем недалеко, вы едете в Венгрию? В принципе, логично. Я думаю, большинство наших соотечественников, пересекающих границу Украины с европейскими странами сразу же возникает вполне логичный вопрос. А неужели мы попали в другой климатический пояс или в другую зону? Почему асфальт здесь качественнее и долговечнее? Помните, как Азаров объяснил рассыпание наших дорог? И, скажем прямо, несмотря на то, что Венгрия не самая европейская страна, качество дорог здесь на очень высоком уровне. В Венгрии, как и в большинстве европейских стран, дороги платные, качественные, но платные. И поэтому, въехав в страну, нужно где-нибудь на заправке ближайшей купить так называемую виньетку, то есть, скажем так, проездной по автобанам. Стоит он здесь 13 евро, и из-за этого вы можете 10 дней ездить по дорогам в Венгрию. Напомню, что раньше вам нужно было покупать наклеечку, которая клеилась в угол лобового стекла, так как сейчас во многих других странах. Но в Венгрии теперь это уже не нужно. То есть, просто приобретая проездной, вы говорите номер своей машины, он вбивается в базу, и вы отправляетесь в путь без проблем. Сейчас мы и купим такой пропуск. Нас внесли в базу как заплативших, об этом выдали вот такой чек, который мы рекомендуем сохранить, и нам нужно было предъявить техпаспур, чтобы они вбили номер автомобиля. Они знают, что это, и умеют это делать. Не переживайте, проблем не возникнет. В Европе абсолютно другой режим езды и, соответственно, другой расход топлива. Пока мы добирались до скоростного автобана, то ехали со средней скоростью 90 км в час, но по трассам. И тогда расход у нас держался на уровне пять с половиной литров. На автобане я специально сбросил датчик и проехали мы уже 100 км на круиз-контроле. Кстати, очень хорошо, что здесь он есть. В Европе это очень полезно. Со средней скоростью ровно 130 км в час. Кстати, для этого на спидометре должна быть цифра 135. То есть, Тигуан привирает пять километров в час. И цифра расхода у нас сейчас 7,7 литров. Причем, учтите, на украинском топливе. Европейский автобан, это, наверное, худшее место, где можно говорить о качестве настройки подвески. По-моему, здесь и на Жигулях можно ехать шикарно. Но зато можно уверенно говорить о шумоизоляции. И, опять же, это не новость. То, что у Тигуана она, наверное, лучшая в классе. То есть, вполне предсказуемо, что сейчас мы не слышим контакта шин с асфальтом, потому что асфальт качественный. Но в то же время мы не слышим и двигателя, который на скорости в 130 км в час работает на отметке 2800 оборотов. И нам особо не мешает аэродинамика. Да, в принципе, шум ветра, это единственное, что проникает сейчас в салон в районе боковых зеркал. Но сказать, что мы испытываем дискомфорт, я не могу. Конечно же, двигаясь по автобану в такой относительной тишине, хочется поскорее включить магнитолу и оценить ее качество. Итак, в нашей версии Style в базе устанавливается головное устройство RCD 510. Модель давно знакома нам по другим автомобилям Volkswagen. Ничего нового. CD-ченджер на 6 дисков, конечно же, радио, цветной сенсорный экран, AUX-вход и возможность читать музыку с SD-карты. Но, как и в других устройствах Volkswagen, здесь по умолчанию не установлен USB-вход. За него придется доплатить целых 230 долларов. По-моему, это слишком много. В этом я до сих пор не могу понять Volkswagen. По-моему, на сегодня USB-вход это must-have. Причем, даже не для чтения музыки с флешки. Да, можно пользоваться SD-картой, но для подключения подзарядки любых девайсов. То есть, нам приходится пользоваться переходником в прикуриватель. В машине 8 динамиков, 4 из которых на 20 ватт. И звучит все это дело достаточно неплохо. Если же этого качества вам покажется мало, то можно доустановить сюда фирменную систему DIN Audio за 760 долларов. Ну, а если вы любите, чтобы GPS-навигатор у вас был встроен в торпеду, а не болтался под лобовым стеклом, как у нас, перекрывая часть дороги, то придется доплатить 650 долларов за базовую навигационную систему RNS 315. Правда, экран у нее будет немножко поменьше, чем у нас сейчас. Мы въехали в Будапешт. И я готов взять свои слова обратно по поводу отличных венгерских дорог. Здесь они от киевских особо не отличаются. Что, блядь? Не знаю, ну, ебаный. Ну, вообще. Это просто один в один. Я хотел взять свои слова обратно, но эти педики меня переубедили. В Венгрии хорошие дороги. Времена уже не те. Честно говоря, мне казалось, что бутерброд в Сабуэе чуть побольше. Здесь явно не 50 сантиметров. Но я надеюсь, что он настолько же вкусный. Он явно над нами издевается. Мы еще не обедали сегодня. Блин, он, конечно, вкусный, но что-то сильно много. Я уже не мало. Осталось, наверное, сколько? Сантиметров 20. О, как клиренс в Тигуане, кстати. А ну, погоди. А мы сейчас Тигуан проверим. При всем уважении к Вольксвагену, тут явно не 20 сантиметров. Что это? Бензобак? Кстати, очень может быть. Ну, наверное, сантиметров. 17. Именно в этом месте. Хотя здесь бутерброд, конечно, проходит нормально. И вы не подумайте, мы не собираемся это выбросить туда съезд Ярослава. Или я. А вот под защитой, походу, как раз 20 сантиметров. То есть, получается, нижняя часть у него задняя ось. Но в багажнике у нас немножко вещей. Короче, приврали, наверное, но ненамножко. Сантиметров 18-19 у него есть. То есть, больше, чем у Хонды CR-V. Но на уровне с Мазда CX-5 и Форестером. Слава, слушай, пожалуй, дай мне бутербродик. Я доем. Мы тут только что обратили внимание, что вот на этом автомобиле, Фиат Стилла, есть вот такая вот забавная противоугонная система. Представляете, венгрии реально думают, что Фиат Стилла кто-то будет угонять. Ну так Фиат же вообще отдали еще к машине. Это же Феррари. Да, и Мазерати. Фиат Стилла. Фиат Стилла. Если вы планируете свой отпуск на автомобиле по Европе, обязательно включите в него Будапешт. Потратьте на него как минимум 2-3 часа, и вы обязательно останетесь довольны этим городом. Особенно хорошо, если попадете сюда в выходной день. Гораздо спокойней и приятней. Мы немного позже расчетного времени выехали из Будапешта, поэтому понимаем, что засветло в Прагу уже не успеем. Но не беда, мы не сильно расстроились. Прикинули маршрут и решили еще заехать в Вену. Крючок получится совсем небольшой, порядка 80 километров. Зато вечерняя и ночная Вена обещает быть очень красивой. Ну и давайте вернемся к нашему Тигуану и поговорим о коробках передач. Интересно, что машина сейчас доступна в продаже целыми четырьмя вариантами. То есть это классическая механика на 6 ступеней и 3 варианта автоматических коробок. Два робота DSG на 6 ступеней и с мокрым сцеплением, и на 7 ступеней с сухим сцеплением. Кроме того, на автомобиле с дизельным мотором устанавливается классический гидротрансформатор. Шести ступенчатый производство японской компании Aisin. Именно такая коробка установлена в нашей машине. По-моему, она является более предпочтительной для кроссовера, потому что переваривает гораздо больший крутящий момент. Слав, как тебе она в деле? Ты знаешь, в первую очередь обратила на себя внимание ее способность к адаптации. Фишка в том, что мы получили Тигуан после внедорожных испытаний. И коробка была заточена под медленную езду на низших передачах и под езду в натяг. Поэтому не буду скрывать, первое впечатление, которое сложилось, это то, что Тигуан с таким двигателем и коробкой попросту туповат. Но как только коробка адаптировалась под мой стиль вождения, автомобиль показал свой обычный настоящий характер. То есть переключения происходят очень своевременно, практически незаметно. Но, что самое важное, что очень понравилось в дороге, вы можете управлять не только тягой двигателя, но и очень хорошо чувствовать момент, когда коробка может перейти на низшую или оставаться на выбранной вам передаче. То есть не в ручном режиме, а именно в автоматическом. Поэтому еще раз Тигуан доказал то, что в управлении он отзывчив. И это касается не только, например, руля и двигателя, но также и коробки передач. Второй интересный момент – это то, что даже в обычных условиях, то есть на ровной асфальтовой дороге, коробка для трогания выбирает вторую передачу. Делается для того, чтобы избежать лишних переключений, а поскольку крутящего момента и тяги двигателя хватает, чтобы тронуться со второй, то коробка выбирает эту передачу. Если вдруг вас это раздражает, или необходим резкий старт, то можно выбрать либо спортивный режим, либо перейти вручную. Мы подъезжаем к Вене и совсем скоро пересечем границу с Австрией. Ну, граница теперь в Евросоюзе – это только лишь формальность, и ощутить ее можно только взглянув на навигатор. Как таковой ее нет, проезжаем без остановок. Но самый важный момент, который нам надо не забыть и не упустить, это оплатить проезд по австрийским дорогам. Тут уже это будет стикер под названием «Виньетка», для того, чтобы полиция к нам не имела лишних вопросов. Итак, мы победнели еще на 10 евро, и 10 дней можем кататься в том числе по австрийским дорогам. Теперь это стикер, который очень важно наклеить по толковой осеклу. И здесь как раз лист инструкции, в какое именно место его нужно клеить, потому что считывание этой наклейки идет автоматическое. То есть фотоаппаратами, радарами. У Тигуана огромный выбор разных моторов. То есть формально, если говорить об объемах, то это только три варианта. То есть бензиновый 1.4, бензиновый 2 литра и двухлитровый турбодизель, как у нас. Но бензиновые моторы могут выдавать разную мощность. То есть 1.4 может быть либо на 122 силы, либо на 160. А двухлитровых вообще четыре варианта. То есть это 170, 180, 200 и целых 210 лошадиных сил. Но, кстати, практически все бензиновые моторы, и это касается, к сожалению, даже 122 сильного, в принципе, очень даже прожорливые. В этом мы даже сами убеждались на предыдущих тест-драйвах этой модели. И к тому же сейчас с вводом дополнительных спецпошлин в Украине бензиновые модели оказались существенно дороже дизельных. В итоге сейчас, честно говоря, если бы я рассматривал Тигуан, то другие варианты, кроме дизеля, даже бы не брал во внимание. Итак, у нас здесь двухлитровый турбо-дизель. Его мощность 140 лошадиных сил и крутящий момент приличный, 320 ньютон-метров. Момент достигается в диапазоне от 1750 до 2500 оборотов в минуту. То есть эта мощность позволяет разгонять Тигуан до 100 км в час за 10,7 секунд. То есть, в принципе, для кроссовера с дизелем это нормальный вариант, хотя некоторые одноклассники показывают лучший результат. То есть, например, RAV4 с мотором 2,2 удается разогнаться за 10 секунд. Но, тем не менее. И, в принципе, у дизельного Тигуана немножко ограничена максималка. Это 185 км в час. Сколько в итоге автомобиль может ехать в реальности, мы еще проверим на немецких автобанах без ограничения скорости. И, кстати, что интересно и, в принципе, странно. На сегодня дизельный мотор доступен только с одним вариантом коробки передач. То есть, с нашим автоматом. Двигатель не подкупает рекорда низким расходом топлива или какими-то сверхновыми технологиями. Но он, как старый добрый знакомый, отлично вас понимает и чувствует, когда нужно поставить плечо подбержки. Больше всего понравилось то, что автомобиль очень чутко реагирует на действия водителя по нажатию педали акселератора. То есть, чуть больше, чуть меньше, и сразу идет отцепчивость. А это, согласитесь, очень приятно. Второй момент, который хотелось бы упомянуть, это то, что, перефразируя поговорку, дизель в мешке не утаишь. Этот двигатель слышно и на холостых оборотах, и по шуму, и по вибрации, и даже на небольших скоростях. В езде в Киеве с набором 50 и 60 км в час этот шум сливался с шумом дороги, с шумом ветра, и, в общем-то, они где-то друг друга перекрывали, и просто был общий гул. Сейчас же на отличнейших автобанах мы четко можем слышать, и действительно шум дизеля присутствует, но он не назойлив. Если держать обороты до 3000, он вас, грубо говоря, не задолбает, и в дальнюю дорогу можно отправляться смело. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok